Алматинский метрополитен пополнился восьмью новыми поездами. Четырехвагонные составы вместимостью 940 человек запустили на рельсы в честь десятилетия предприятия. Ожидается, что с открытием двух станций Бауржан-Мамушулы и Сараарка пассажиропоток превысит 80 тысяч человек, а интервал движения сократится до пяти минут. Айна Рафина Рикбаева прокатилась на новеньких вагонах и оценила скорость поездов. Новые поезда собраны по последнему слову техники. Цифровые камеры видеонаблюдения здесь установлены как по всем вагонам, так и на передней панели для лучшей видимости туннеля. Внешне дизайн поездов не сильно изменился, но технически модернизировался, заверяют корейские разработчики. Отныне по городу курсируют 15 электропоездов. К предыдущим семи добавились еще восемь. Общая вместимость 940 стоячих и 158 сидячих мест. Особенность новых подвижных составов в том, что вся техника перешла с аналогово на цифровой формат. Прежде всего обновление депо отразится на интервале движения поездов. Мы в свое время, когда запускались первые семь станций, тогда у нас интервал был 13 минут, где-то 14-13 минут. Сейчас, в данный момент, после ввода и эксплуатации двух станций, у нас она уменьшилась до 8-9. Вот мы сейчас хотим еще две станции, это Сарарха и Момушилы, хотим его сократить до пяти минут. Кстати, в этом году Матинский метрополитен отмечает юбилей. Десять лет назад, 1 декабря 2011-го, Ильбасынурсултан Азарбаев открыл первые линии метро и стал первым пассажиром. С тех пор работа предприятия не прекращалась ни на одну минуту. В честь знаменательной даты состоялось торжественное вручение ключей от новых поездов. Большое событие, десятилетие нашего метрополитена, оно совпадает с 30-летием независимости Казахстана. Хотел бы отметить, что благодаря независимости мы смогли внедрить первую в республике линию электрометрополитена. Новые подвижные составы южнокорейского производства. На их покупку ушло больше 70 миллионов долларов. Наша компания поставляет поезда почти в 40 стран мира. Это Украина, Турция и даже США. Новые вагоны, которые мы поставили в Казахстан, технически более усовершенствованы и имеют более современный функционал. Ранее сообщали, что линию метро Валматы продлят до рынка от Норда. Планируется также построить две дополнительные станции, которые свяжут западную часть Наурсбайского района с центром города. Айна Рафина Рихпаева, Медицамату, телеканал Алматы.